Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Однако, если присмотреться к теме повнимательнее, то становится понятно, что это никакое ненародное движение и все вертится вокруг одного единственного человека Николай Шалегович Николай Шалегович родился 21 июля 1956 года в деревне Агдемер, Дрогичинский район, Брестская область, БССР тогда В 80-х годах он пропагандировал идею создания независимого Полесья, Полесьской Республики, либо Федерации Полесья и Беларуси Этот человек поступил на филфак БГУ и проникся там идеями истории и культуры Беларуси, однако у него все это выразилось в некоторой такой изощренной форме Он изучал именно культуру и диалект того региона Западного Полесья, где он проживал Писал стихи на этом диалекте, пытался даже создать из него отдельный независимый язык, не похожий ни на белорусский, ни на польский, ни на украинский И написал статью в 82 году, с этого собственно все началось, о великих ядвягах и попытался обосновать идею саму независимости Полесья Естественно это никому не понравилось, это осудило как Радио Свобода, прозападная организация, так и КГБ СССР Шаликовича уволили и он конечно долго не мог найти работу, едва ли ему это удалось Однако потом ситуация складывается очень интересным образом, но отвлечемся В одном из своих интервью Вячеслав Кевич, бывший премьер-министр Беларуси, заявил о том, что якобы в середине 90-х БНФ пыталась создать Полесьскую Республику и отделить ее от Беларуси Сказал ли он это случайно или по старческому своему забытью, это неизвестно Однако на самом деле ситуация была совсем не такой, и БНФ к этому не имеет никакого отношения, а все вертится именно вокруг Шаликовича То есть Шаликович вначале действительно входил в БНФ и даже был среди его соучредителей Однако его сепаратистские идеи очень быстро пошли вразрез с главной, так сказать, линией партии, которая всегда настаивала на суверенитете и неиделимости Беларуси Никакого полезского сепаратизма допускаться там не должно По заявлению Виктора Ярошука, который был на тот момент, то есть в середине 90-х, ну в конце 80-х, да, в Совете Депутатов в городском Пинска, он сказал так, он рассказал медиа Полесью в интервью вот что В 90-е годы активными были такие организации, как Ятвысь и Полесья, которые обратили внимание на западных Полешуков, развитие их языка, традиции экономического развития Руководил ими Николай Шаликович В БНФ я никогда не входил, говорит этот депутат Ярошук, но был руководителем демократической фракции в Пинском горсовете депутатом Обратился ко мне этот Шаликович, прозвучало предложение объявить Полесьскую республику, а мне, то есть ему, Ярошуку, занять пост премьер-министра в ней Зарплату Шаликович предлагал десятки раз больше моей учительской, тогда она составляла 20 долларов Сразу вопрос, откуда у бедного филолога вдруг взялось огромное количество денег, не кажется ли вам это странным? И отмахнулся, сказал Ярошук, да, от идеи, лишенной здравого смысла, так как считал, что региональный сепаратизм может привести к большим проблемам Тем более, что в тот момент, в то время, был конфликт между Азербайджаном и Арменией по вопросу Нагорного Карабаха Я точно знаю, что к представителям БНФ в Пинске Шаликович не обращался Тем более, эта партия всегда выступала за территориальную целостность Беларуси В 2015 году на эту тему высказался даже сам Лукашенко Он не уточнял таких подробностей насчет БНФ и Шаликовича, но он сказал, что действительно такая сепаратистская республика в Полесье планировалась И по своей сказочной традиции он рассказал, как единолично все победил Приехал на Полесье, покосил с мужиками поймы, выпил самогона, они увидели, что он действительно наш деревенский хлопец И после этого передумали быть сепаратистами и прикрыли свою Полесьскую республику По естественной подробностей про Шаликовича и Кремль он ничего не уточнял Но мы-то с вами знаем, откуда ноги действительно растут Конец Полесьской республики состоялся именно из-за того, что он, как он говорит, погасил пожар сепаратизма С помощью интеграции в Россию Мы-то знаем Ну да ладно, в общем, конец истории очень прост Сепаратистская республика не состоялась И Шаликович благополучно убежал в Калининград, где он до сих пор находится и в дежурном режиме Создает свои филологические исследования насчет Ятвяга в Беларуси и прочее Периодически, пописывая статейки для таких прокремлевских изданий, как Регнум Ну, больше, пожалуй, сказать здесь нечего В общем, вы сами все видели и при желании запросто можете проверить эту информацию в интернете От себя, в качестве заключения, хочу сказать вот что Всегда будьте осторожны и бдительны Слыша об идеях Полесского, Витебского или какого-нибудь другого, Гомельского, там, сепаратизма Всегда ищите корень этого явления И рассматривайте, в первую очередь, целесообразность этого явления Независимая республика — это хорошо, но не всегда важно понимать То и что пытается выдать за идею независимости Поэтому, ребята, всегда остаемся бдительными Подписываемся на канал, на группу Телеграм Ссылка на которую, кстати, внизу И, конечно же, присоединяемся к нашему голосовому чату в Дискорд Ссылка также внизу в описании Всем пока, встретимся в новом выпуске Субтитры сделал DimaTorzok